1850 заявок в 6 номинациях образовательные траектории в Крыму Вы займете самые лучшие места в этом форуме Мы обещали вам полное погружение Здесь собрались педагоги практики Которым есть о чем рассказать, есть что показать Вы знаете, я болею за обоих на самом деле Участников встречает огромный надувной бочонок И уже знакомая многим пчела сота Все залы, подготовленные для конкурсных испытаний Носят уникальные сотовые названия Пасека, медиус, улей А сами испытания начались с сотовых баттлов Где 12 команд, по 6 человек в каждый Соревновались по принципу брейн-ринга Отвечая на вопросы по тематике профильных сот Я сейчас только что была участником сотового баттла Это супер-супер идея вот именно такого соревнования Такого взаимодействия За последнее время из форм повышения квалификации Это лучшее, что было в моей жизни Это было в виде брейн-ринга Я когда-то был капитаном подобной команды Это было давно, лет, давно в молодости, но 10 лет Поэтому мне было очень интересно Специфика этого баттла, что люди уже знают тему То есть для них вопрос в принципе-то знакомый И от того, как человек, который знает тему глубже всех Брал на себя лидерство От этого зависел успех команды Всегда нужно быть готовым к поражению Но при этом в честной борьбе даже приятно проигрывать Соперники были достойны Вообще очень волнительно Вы не представляете, мы сидим, там у нас все трясется Мы очень переживаем Вопросы, конечно, такие и как бы неоднозначные С одной стороны, где-то они кажутся вроде бы и простые Но ответить на них нужно, то есть собраться И вот достать вот все из своего мозга Вот чтобы хочется, конечно, заработать этот балл Несчастно и выиграть, конечно Я, в принципе, в восторге от того, что вы применяете такие технологии Потому что в этом случае перемешивание команд Перевешивание участников дает возможность им поменяться ролями Прочувствовать свой проект, прожить его И попытаться выиграть в совсем совершенно других условиях Это классный формат, который дает понять Действительно человек лидер или не лидер своего проекта Эмоции потрясающие, но это очень волнительно Мне повезло, у меня потрясающая команда Которая была со мной рядом И благодаря нашей совместной работе нам удалось сейчас выиграть Поэтому я очень рада, я думаю, все члены моей команды Точно так же испытывают радость и волнение И потрясающие эмоции после того, что нам это удалось Тем более мы были первыми, мы открывали сегодняшний конкурсный день За всеми яркими событиями форума могли наблюдать удаленные участники В приложении Клуб СОД и на YouTube-канале Образ Союза Велись прямые трансляции мероприятия форума Вошли в отдельный блок курса повышения квалификации Личная эффективность педагога В течение пяти недель участники были погружены в уникальную программу 72 часа лекций, мастер-классов, воркшопов Педагоги выполняли задания, собирали звезды, получали практические знания на каждый день От блока самопрезентации до блока физического и психического здоровья Ежедневно, с помощью удобного приложения и чат-бота И главное, совершенно бесплатно 50 полученных звезд гарантировали педагогам получение удостоверения о повышении квалификации Курс доступен для прохождения до конца года Еще до начала самого форума, проходя задания курсов повышения квалификации Мы сошлись на том мнении, что такой необычный и такой удобный формат курсов повышения квалификации Мы встречаем первый раз Большое удобство в том, что лекции очень непродолжительны по времени И, собственно, в конце рабочего дня 20 минут послушать лекцию Рефлексировать и ответить на какие-то вопросы Это даже очень интересно и уже захватывает Поэтому мы всем рекомендуем присоединяться, участвовать в клубе, расширять эту сеть единомышленников Здесь мы собрались с коллеги, да, то есть такое сообщество И люди, которые понимают и думают в одном направлении Учителя очень многие мне подходили с этим, говорили Вот да, вот такое надо нам Мы за такие движения, за возможность действительно получать качественное такое повышение квалификации Не в рамках стандартных курсов Интенсивная работа как участников, так и команды Образсоюза показала, что такая форма повышения квалификации Она имеет место быть и она очень эффективна Конкурсную программу первого дня продолжили сотовые кейсы От участников требовалось дать комментарии и предложить решение для образовательного кейса Работу педагогов оценивали две команды – эксперты и жюри Эксперты внимательно наблюдали за всеми конкурсантами, заполняли оценочные листы Рейтинг участников выстраивался по совокупности всех испытаний дня Для определения суперфиналистов И от каждой группы команд жюри выбирало команду победителя Которая презентовала остальным участникам форума свое решение Каждый из углов, близких к углам, находятся места для работы трех групп Каждые три группы работают над одним кейсом Первый день, где мы определяем из 72 участников всего лишь 12 Им нужно проявить и себя как лидера, и при этом работа в команде Договориться и успеть в тайминг Макет основной образовательной программы, которую они могут придумать Может быть уникальный Потому что в школе-то ее обычно разрабатывают только педагоги То есть вот эта командность разная, да? Ставленная именно из людей разных педагогических ролей, скажем так Поэтому чисто теоретически может быть нечто совершенно уникальное Класс, класс! Вы знаете, у нас были жаркие дебаты, просто вообще Мы 30 минут не могли определиться вообще с тем, как нужно двигаться вперед Мы все понимаем, что будущее уже сейчас стоит на пороге Конечно, образование то, что сейчас в школе, отличается от того, каким оно должно быть Был мозговой штурм, как собрать все воедино и выдать вот этот вот результат Это довольно сложно, потому что это огромный фронт работы И мы, я считаю, правильно сделали, что мы распределили между членами команды Кто какой плод на себя берет и кто что разрабатывает Во времени, конечно, мы были очень ограничены Поэтому какие-то вещи мы импровизировали, делали на ходу Очень сложно следить за временем Мы настолько погрузились в обсуждения, что вообще не поняли, как произошло Что осталось 15 минут Идеи сейчас доходят На самом деле, уже как бы защита закончилась Все произошло, а идея, как еще можно было докрутить, осталась Было очень интересно Я записал несколько листов практических идей, которые учителя предлагали И там разница была не столько в качестве идей у команды, сколько в том, как они представляли Потому что здесь же важна была по своим кейсам еще и презентация Поэтому было очень интересно посмотреть, мне кажется, что, по крайней мере, из тех команд, которые мы видели, справились все У кого-то более системно было представлено, у кого-то более хорошее содержание, например Но немножечко презентация была похуже У кого-то презентация, наоборот, была настолько яркая, что она перекрывала какие-то аспекты содержания Но идеи были интересные Все бы так проблемы решались, да? За два часа сделать целую образовательную программу Ну да, да Если мозговой штурм включить у людей, которые имеют опыт и желание, я думаю, это все возможно Слушай, ну вот смотри, здесь мы ожидаем крутую образовательную программу старшей школы Ну то есть я, как родитель, могу предположить, что если здесь разработают соответствующую программу То я могу отдать туда ребенка в школу, и у него точно будет выстроена его собственная индивидуальная образовательная траектория Сначала было у нас море эмоций, море направлений, куда пойти, но потом мы собрали от этой точки и собрали все Команда у нас по многому определила результат Мы молодцы, мы поработали в команде Нам удалось распределить, распределить ответственность, я считаю, и услышать друг друга, и свести потом это воедино Мы до сих пор еще додумываем, как кто-то лучше это признает, это значит, что нас это тоже увлекло, и мы находимся на правильной волне Самое главное, мы приедем в свою территорию и покажем это, что реально можно сделать Ощущения такие, что мы только что прошли аккредитацию образовательного учреждения и прошли проверку Роспотребнадзора Мы довольны тем, что происходит Это здорово ощущать, как сказал мой коллега Валентин Туркина, что ты видишь, оживает то, что придумано Происходит какая-то такая магия, что ты с людьми, которыми только что узнал, как его зовут, сразу же уже на «ты», уже скорее давайте решать, выделайте это, это, это Это очень объединяет и происходит какая-то магия коммуникации Когда совместно с разных городов мы находим общее решение, оказывается, мы думаем как-то очень похоже Я начинаю предложение, будто заканчивают, это очень здорово Интеллектуальные нагрузки – это прекрасно, но о физическом состоянии на форуме тоже не забывали Регулярные тренинги по ЗОЖ-технологиям позволяли держать всех участников в тонусе Вдох Таким образом у вас происходит дыхание низом живота, когда вы делаете выдох, у вас живот втягивается в себя Если вы сидите и много работаете за компьютером или находитесь в классе и тоже проводите много времени сидя И вам каким-то образом надо провести себя в порядок, вы не знаете, как это сделать, вам помогут вот эти упражнения Кульминация первого дня Торжественное открытие форума Открытием была задана рамка концепции сквозных образовательных траекторий А также представлены команды-суперфиналисты конкурса СОД Перед участниками дистанционно и очно выступили знаковые спикеры сферы образования В течение вечера прямо со сцены самые сотовые картины представляли мастера песочной композиции Узнали героя? Скажите, кто это? Ну, конечно, Винни-Пух Друзья, сегодня в зале было светлее, потому что это было реальное просвещение От вас, от ваших глаз, от ваших проектов, идей Я считаю, что просвещение состоялось Солнце солнцем, а свет шел от вас Аплодисменты всем финалистам, с которыми вместе мы сегодня побеждали Отбирались в командной работе с вами, друзья, спасибо вам огромное Безусловно, на форуме мы будем приветствовать не только все то, что обсуждается сегодня Но и перспективы завтрашнего дня Я желаю всем очень продуктивной работы и незабываемых дней на нашей встрече Проект Обрсоюза сквозные образовательные траектории или СОД Как его уже давно знают по всей нашей стране Задает новый формат системы поддержки команд образовательных организаций Проект Обрсоюза об образовательных экспедициях в разные регионы нашей страны Это уникальный опыт, который может взять на заметку руководитель любой организации в сфере образования На данный момент образовательные экспедиции Обрсоюза в рамках конкурса СОД Уже охватили 25 регионов России Выпущена серия фильмов, которые представляют образовательный ландшафт разных регионов Повествуют об активных учителях и интересных образовательных практиках Показывают достопримечательности и ключевые особенности регионов-участников конкурса СОД Сегодня нашей экспедиции встречает гостеприимная Мордовия Мы с вами в арт-зоне железнодорожного вокзала города Иваново Мы находимся на родине великого русского поэта в Рязанской области И мы в Пермском крае Если верить этой надписи, то счастье здесь Обрсоюз отправляет экспедиции в разные точки России Чтобы представить образовательный ландшафт регионов страны Показать их достопримечательности Рассказать об активных учителях и интересных образовательных практиках То есть мини-бук понимает, что съесть для него лучше, чем не съесть Одно рукой, недостаточно сильный, чтобы одной рукой это делать И чтобы встретить землю лицом, русский нужно сделать изворот на так называемый свободный контакт Сейчас демонстрируем Что будет, если мы добавим данное вещество? Как раз и категория Если каждому найдется свой человек-учитель с большой буквы То мы можем борт свернуть По традиции мы включаем в фильм интервью известного уроженца того края, о котором рассказываем Или знаменитость, которая тем или иным образом связана с темой выпуска Во все времена учителя есть учитель Если ребенок болтает, я помню, с меня выгоняли из класса, потому что я болтал Мы были очень сложными учениками В школе комфорт-то мне было только в кабинете литературы Меня учителя очень любили, но такие Ну, Леша, ты, конечно, плохо, что ты ничего не делаешь Мы тебе рисуем тройку в надежде, что ты будешь нормальным человеком География экспедиции Образ-Союза становится все шире Всего за несколько месяцев нам удалось посетить около 130 образовательных учреждений От Калининграда до Камчатки Больше 30 тысяч километров провела наша команда в пути Очень хороший проект, очень нужный И я просто хочу пожелать этому проекту и учителям, и всем, кто этим занимается Сделать что-то свое, креативное, новое Чтобы, как в прежние годы, наше образование считалось одним из лучших в мире Еще один уникальный опыт форума Сотовый кинофестиваль В рамках которого поздними вечерами участники отсматривали лучшие короткометражные фильмы Подготовленные школьными медиакомандами в рамках конкурса «Карта образования» Голосование за лучшие фильмы проводилось как оффлайн, так и онлайн Поэтому каждый мог быть причастен к выбору победителя Вечер второго дня уже по традиции венчал сотовый киноклуб На котором участники смотрели, а после вместе с экспертами сферы кино и образования Обсуждали короткометражные фильмы 12 участников-финалистов, которые набрали максимальное количество баллов по результатам испытаний Предыдущих этапов конкурса представили свои практические мастер-классы На базе Ялтинской средней школы номер 2 Для школьников и студентов колледжей по своим грантовым проектам Оценить мастер-классы могли непосредственно зрители во время прямой трансляции С собой я привезла лишь некоторые инструменты, которые я могла бы доступно показать на мастер-классе Например, это глюкофон Музыкальный инструмент, достаточно новый, но похож, возможно, по звуку на тибетские чаши Которые во всем мире довольно распространены Мне понравилась командная работа Что мы там решали ребусы Например, команды сражались Строили там башни, укрепления Поднимали воду и опускали Мне это понравилось Саня Красивый Это Саня Красивый Вы что, не узнали? Саня Красивый Хитрый Василь Хитрый Василь Я оцениваю очень высоко их успехи У нас ключевой принцип на мастерской Это можно Есть ребята, которые написали честное творение Прямо следуя инструкции И разгоняя свое творчество И образное мышление В заданном ключе А есть те, кто написали по-своему А можно нам? Можно И написали, как они хотели Мы выбрали мастер-классы Потому что считаем То, что на них можно научиться Чему-то новому И это принесет определенную пользу И, соответственно, некая организация Проводящая мастер-классы Да Может быть социальной партнерой Вы согласны, друзья? Конечно Прекрасно Мне, если честно, очень понравилось Потому что мне интересно Пробовать себя в чем-то разном Я больше узнала о социальных партнерах Как это все устроено более-менее подробно Как это все может мне пригодиться Мастер-класс был нацелен на то, чтобы показать И научить, дать в руки инструмент Того, как можно приобрести социальных партнеров Причем действуя в неформальной обстановке На мастер-классе педагогам было предложено Намечтать себе школу В которой бы они хотели работать И где было бы комфортно родителям, ученикам И даже привлекали бы партнеров К себе нужно Мастер-класс Елены был действительно полезен Во-первых, мы разработали направление Нашли направление, в котором можем Полностью себя реализовать И Елена обещала содействие со стороны своей школы Более того, для нас это полезно Потому что в рамках правового поля Российской Федерации И действительно, школа Елены работает намного дольше И нам было бы очень интересно перенять их опыт Для совместного и успешного содействия Достаточно не опираться только на правовую базу А искать поддержку можно в первую очередь В родителях и в коллегах со всей нашей Российской Федерации Буквально за 20 минут у коллег появилась идея С которой они меня долго не отпускали Мы еще долго стояли в коридоре, разговаривали Они задавали вопросы, мы договорились запартнериться Скорее всего, это будет соглашение А безвозмездное оказание с нашей стороны услуг Поддержки их и помощи в развитии этого проекта Там было очень интересно смотреть на то, какие проекты привезли команды С какими идеями они приехали Это такая большая всероссийская методическая копилка Образовательных проектов И каждый там заслуживает внимания и распространения Меня часто очень зацепила тема Все, что касается социального партнерства, социального взаимодействия, сетевого взаимодействия Настолько она необычная, настолько она интересно трактуется Что заставляет задуматься на самом деле, наверное, о многих методических, методологических вещах И вообще, как все это на самом деле на практике реализовать в своем субъекте Для остальных участников форума, экспертов и жюри была подготовлена культурная программа Ливодийский дворец, Воронцовский дворец, Юсуповский дворец, замок Ласточкино гнездо Выход в открытое море в Ялте и уникальная природа Крымского полуострова Субтитры создавал DimaTorzok Изюминкой образовательной программы форума СОД стал сотовый диктант от команды «Тотального диктанта» Текст диктанта читал главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов Вводную лекцию по функциональной грамотности для педагогов представил Роман Дощинский Председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы города Москвы В прямом эфире были подведены итоги диктанта и разобраны основные ошибки Одним из главных событий форума СОД стало пленарное заседание Посвященное роли сквозных образовательных траекторий в построении учебного процесса На примере личного опыта эксперты выяснили, насколько реально подстроить индивидуальные профессиональные траектории Конкретному событию и попробовали смоделировать будущее образовательной системы На всеобщее обсуждение были вынесены тезисы форума Зрители и участники могли голосовать за них Видение будущего отечественного образования рождалось в непрерывном обсуждении И теперь я буду доказывать этот тезис Речь идет о вариативности образования, об индивидуальной проектуре Об остранении своей собственной образовательной модели В условиях, когда стандартные решения уходят в броженое Компетентность — это знание, превращенное в средство На первом месте — знание Вот те люди, которые выступали на форуме, это просто профессионалы своего дела Они знают, как работать, они знают, что делать У них поставлена четкая, конкретная цель, и они идут к этой цели Ну а работа у нас общая, мы воспитываем детей И должны донести всю нашу любовь, все наше знание, все наше понимание Именно для того подрастающего поколения, которое мы воспитываем в наших современных условиях А современные условия очень сложные После пленарного заседания участники получили возможность посетить интересующие их круглые столы По каждой номинации На круглом столе «Проектная деятельность» Обсудили внедрение новых форматов обучения и нового содержания В рамках круглого стола «Сот и здоровье» говорили об экосистемном подходе к образованию В рамках круглого стола по культурному многообразию были названы условия Которые позволят раскрыть смысл культурного многообразия в системе образования Дискуссионная площадка «Непрерывное образование» акцентировала внимание на условиях построения эффективного непрерывного образования Как для каждого обучающегося, так и для самого педагога Цифровой круглый стол был посвящен актуальным аспектам построения цифровой образовательной среды Трендам и эффективным практикам цифровизации и возможностям цифровых технологий Которые позволят выстраивать персональные образовательные траектории обучающихся В рамках круглого стола социальное партнерство поднимался вопрос открытости школы для внешнего сотрудничества Для человека, вот антропа практически, у него есть такое качество, любознательность Это просто от природы И если человек выбирает профессию учителя, то значит ему просто самому по себе интересно все время узнавать новые технологии Новые способы обучения ребят В них это живет И вот сегодня на круглом столе это очень проявилось, когда люди говорят Да мне не надо отдельно изыскивать какое-то отдельное такое пространство, отдельное время для непрерывного образования Я вот здесь учусь, записываю Прежде всего образование в течение всей жизни, умение учиться и потребность учиться Вот это самое главное Спасибо Проводится очень много качественных проектов, но тем не менее они крайне редко затрагивают, скажем, вот те стороны, которые затронуты на этом форуме Я уверена, что этот проект будет жить, потому что он действительно достойный, он качественный Сота, пчела, пчелотруженица, где у каждой есть своя роль, свои задачи Живя в этой семье, в семье трудолюбивых пчелок и создавая свой улей, свою семью, свою страну Настолько концепт правильно выбран, что это позволит жить и развиваться проектом вместе с ним и всем участникам В рамках сот и здоровья участникам вновь предложили уделить внимание гармоничному развитию личности на занятиях йогой Для педагога, безвозмездно отдающего детям сердце, душу и нервные клетки, крайне важным является умение восполнять внутренние силы, находить баланс и гармонию И ваше внимание направлено только на ваше дыхание И с каждым разом ваш вдох и выдох становится все длиннее и длиннее Ну как бы мы сейчас очень много коммуницировали, и у нас вся наша энергия, она распространялась наружу Мы раздавали, раздавали и смешивали А сейчас нам нужно все собрать и в себя положить Делаем такие движения, которые вот этот шарик, вот этот шарик и вот этот шарик объединяют День третий прошел под знаком финала конкурса, грантовых проектов и форсайт-сессий Двенадцати финалистам, объявленным ранее, предстояло в популярном ТЭД-формате защитить свои проекты перед экспертами На каждое выступление не более пяти минут Как говорится, взялся за сот, не говори, что не тот Или на каждый ТЭД свой ответ Сегодня был ТЭД Это замечательный выбор организаторов Именно ТЭД взять, потому что здесь люди деловые И они очень быстро могут объясняться и находить друг друга Короткая форма – это очень удачный Серьезный накал, потому что два конкурсанта в суперфинале И я симпатизирую обоим Вы представляете, вот мой, значит, родной проект Томский и рядом с ним Елена с Камчатки Выступление в стиле ТЭД – это должно быть, во-первых, метафоризация, визуализация, умение работать с аудиторией, интерактив Для учителей это достаточно такой сильный вызов, потому что они в таком формате не работают Это такая западная традиция И тут надо уметь быть и коучем, и тренером, и держать аудиторию, и раскрыть суть проекта На все про все у тебя пять минут Календарь сотовых событий И уже 15-17 октября мы можем отметить Там смело уже вклеивать фотографии, потому что у нас их теперь много Город, в котором мы сейчас с вами, да, находимся, Алушта Обратите внимание, да, погружен в воспоминания город-крепость Алуштон Что мы здесь видим? Здесь есть не только топонимическая реалия, да, а подключается еще, да, плюс культурный, плюс исторический контекст Все это мы делаем ради наших детей И поэтому завершить я хочу любимой цитатой из Кена Робинсона Мечтания наших детей лежат ковром под нашими ногами И нам надо ступать помягче Спасибо Спасибо огромное Когда выступление состоялось, был выброс адреналина, такое ощущение счастья, что я это сделала Я молодец Получаешь наслаждение от того, что наконец-то можно выдохнуть Послушать еще раз коллег, да, поучаствовать в живых обсуждениях Я получила удовольствие и, пожалуй, это самое главное И коллеги, которые болели за меня в моем родном городе, из моей школы, из других школ, да Они поставили, так скажем, моему выступлению высокую оценку Сказали, что они продолжают за меня болеть И я считаю, что не должна их подвести То есть ты выложил, если ты смог, все, что сделал, оставил на сцене Отдал нас членам жюри Это очень ценный опыт И я рада, что мне удалось принять участие в этом форуме Какой быть школе? Акселерация проектов, повышение квалификации Вопросы, актуальные сегодня для каждого педагога На форсайт-сессиях эксперты и участники представили и обсудили свое видение этих вопросов Особой дискуссионностью отличился последний форсайт Непрерывное профессиональное развитие педагога – важная задача современного образования Какой должна быть модель, формы, инструменты повышения квалификации в новых условиях обучения? На чем строить мотивацию профессионального развития и в чем заключаются навыки педагога будущего? Я ожидал, что здесь будет очень интенсивная коммуникация профессионалов Вокруг важных и интересных им тем Это случилось И, на мой взгляд, то, что форум длинный, то, что в форуме много форматов Это как раз очень хорошо помогло этой цели достигать В рамках соты «Здоровье» состоялся открытый урок на тему «От ритуала до ритуала» О полезных и вредных привычках, ценностях, собственном выборе для построения персональной траектории, качественной, духовной и полноценной жизни Урок провела Диана Менец, цифровой учитель 2020 года по версии Mail Group Со ведущим урока выступил Эдуард Долецкий, учитель школы номер 16 Евпатории, Республики Крым Финалист конкурса, учитель года России 2021 года В результате получалось так, что действительно средневековый человек сокращал количество купаний, ну, иногда до 3-4-5 в год Достоевский вообще в свое время, он так писал о нем Григорьевне в письмах о том, что он уже готов был закладывать последние штаны, чтобы только сходить, собственно, в казино Одним из самых трогательных и запоминающихся мероприятий форума стал обмен пчелами в рамках акции «Свяжем образовательное пространство» Педагоги приехали на форум с уникальными пчелками, сделанными своими руками и дарили их друг другу, отправляя часть своей организации в долгий образовательный путь Мы сейчас находимся в моменте, когда пчелы полетят в регионы Это совершенно замечательная метафора, образ, который есть у образ союза создания сот И пчела это как образ устойчивый, семейный Мы получили на конкурсе пчелу учительницу с опытом, она у нас из Карелии Данная учительница у нас отправляется в Чебоксары, обмениваться опытом Мы уже с Карелией, можно сказать, придумали новый проект, который будем осуществлять в следующем году Очень хочется, чтобы образовательные траектории связали нас, наши школы, наши города, наши регионы Очень замечательно, что пчелы несут мед, значит, несут знания, влияют положительно на психологическое здоровье, на физическое здоровье Очень хочется, чтобы эта акция всегда была Кстати, один из участников форума предложил философскую интерпретацию главного символа форума – пчелы Английский философ и историк Фрэнсис Бэкон выделяет пути, с помощью которых может проходить познавательная деятельность человека Путь паука – получение знаний из чистого разума, то есть рационалистическим путем Путь муравья – такой способ получения знаний, когда во внимание принимается исключительно опыт Путь пчелы – по Бэкону идеальный способ познания Используя его, философ-исследователь берет все достоинства пути паука и пути муравья И в то же время освобождается от недостатков Конкурс особенный, он такой конкурс-праздник Это ситуация, где собираются коллеги Здесь обсуждаются и поднимаются такие темы, которые, мне кажется, даже методологически еще совсем не раскрыты в области науки Прямо чувствуется, что это в курсе повышения квалификации и повышения настроения Но когда еще происходит такой соревновательный режим, при этом есть отлично, я бы сказал, поддержка и командная работа Это не просто кооперация и конкуренция, а, как говорит Аркадий Цупер, кооперенция происходит Здесь важно участие лично каждого участника вот этого грантового конкурса в обсуждении и в реализации вот тех идей, которые, соответственно, были представлены ранее в их проектах Формат классный, он позволяет вообще как бы педагогам собраться и выдать какой-то такой вот, знаете, емкий результат на протяжении как бы короткого времени На самом деле, это вообще прекрасная форма, это прекрасная идея Она позволила нам всем познакомиться друг с другом, пообщаться, обняться контактами И я надеюсь, вот этот нетворкинг, который был образован сегодня, он даст свои плоды в будущем, во всяком случае, я в это верю Условия для того, чтобы рождались новые идеи, мысли и развитие школы шло вперед, созданы самые прекрасные Вот даже конкурс «Учитель года», ну вот как бы ты на учителя смотришь, а все-таки главное не сам по себе учитель, да, точно так же, как не сам по себе актер, а все-таки действо, да, в котором он И мне вот очень нравится, что вот эти образовательные технологии сквозные, да, значит, это как бы поворот на такие технологии, которые поддерживают вот это движение Ребенка в современной педагогике, это очень ценно Я в восторге от того, что здесь происходит, да, и вообще технология создания сот, ульев И все, что связано с пчелами, я не проводил такой параллели в образовании, но это очень легло Я даже не ожидал, что вот так символично все сложится, иногда вот тоже там какие-то проекты придумываешь, конференции, форумы И никогда не можешь найти такой удачный образ, вот, здесь образ прекрасный, сквозные образовательные траектории, сот, соты, пчелы, мед, медвежата И каждый раз, как на ту или иную тему выходишь, это все равно между собой пересекается Это не просто обмен опытом и мастер-классом, это формирование общего мировоззрения, а это очень ценно Если мы уедем с пониманием друг друга и знанием, что по всей стране, в каждом регионе есть единомышленники Мне кажется, что это и будет той самой сетью, теми сотами, которые позволят нам связать страны На закрытии форума в Ялте были подведены итоги работы площадок форума Представлена итоговая резолюция, анонсированы проекты, которые родились в рамках форума Экспертное жюри представило результаты конкурса сот Шесть абсолютных победителей получили гранты По итогам форума был издан сборник лучших проектов со всех уголков страны А на небе звезд, мириады Среди них и моя видна Вы смотрите наверх почаще И загадывайте мечты И ловите ответы, звучащие прямо в сердце Они просты И прыгнув за руль, умчитесь К мечте на Байкал в леса Бегите, летите, стремитесь Вы встретите чудеса На протяжении последних дней со всеми финалистами беседовала Тина Бем Идейный вдохновитель и продюсер проекта Атлас Личные истории финалистов были обличены в авторские стихи и собраны в Атлас сот Мы, взявшие начало из глубин эпох Мы, связанные лентой тонкого Атласа Меридиан полоски опоясывают И делают созвучный строк стихов Атлас — это книжки, которые мы пишем о людях и для людей В этой книжке, соответственно, как правило, существует 30 героев Каждый из них Сейчас книжка, созданная на форуме СОД, стала для нас 17-й И в ней также приняли участие 30 человек Так вот, у каждого героя есть своих 4 странички На первой страничке — стихотворение На второй страничке — художественный рассказ На третьей страничке — иллюстрация к этому рассказу И на четвертой страничке — портрет Или, я бы даже сказала, что это фотокартина На которой изображен не только сам герой Но и те эмоции, те ощущения, те впечатления Которые наш фотограф и соавтор проекта Ани Темникова Увидела, услышала, почувствовала и захотела передать читателю Субтитры подогнал «Симон» Мне очень нравится, что все участники доброжелательны И вот эта душевность, доброжелательность Конечно, это такие главные качества педагогов Очень здорово, что мы можем участвовать в соревнованиях И умеем работать в командах И нет вот этого негатива, какого-то деструктивного отношения друг к другу То есть каждый поддерживает друг друга Каждый нацелен на высокие результаты, на победу Это очень здорово Мы очень рады участникам Мы очень рады тому, как у нас отработали эксперты То есть все, кто сегодня на форуме Они проявили себя очень достойно и очень профессионально Дорогие друзья, мы приглашаем вас к участию В нашем большом масштабном проекте В будущем вы обязательно получите самый мощный, самый интересный результат Вы прокачаете себя И вы увидите себя с той стороны, с которой вы никогда еще себя не видели Завершение форума Завершение форума вечал праздничный салют Форум СОД подошел к концу Но будут долго жить общение, идейное сотворчество И проекты всех тех, кто нашел единомышленников в Крыму Мир учителя добрый и звонкий Всех превыше житейских забот Отражается в каждом ребенке Что с уроком из школы идет На форуме СОД вы шагаете в ногу Шагаете в ногу Звозных траекторий открыта дорога Открыта дорога Благородным трудом возродиться Воплощение живое найдет И дыхание давних традиций И новаторской мысли полет На форуме СОД вы шагаете в ногу Шагаете в ногу Сквозных траекторий Открыта дорога Открыта дорога Вместе сможете сделать вы много И уже очень много смогли Вам дарован талант педагога Благодатной российской земли На форуме СОД вы шагаете в ногу Шагаете в ногу Сквозных траекторий Открыта дорога Открыта дорога Открыта дорога Открыта дорога